В конструкцию передней оси внесены существенные изменения. В ней будут применяться необслуживаемые подшипники, позволяющие автомобилю проходить до 1 миллиона километров без техобслуживания. Уже смонтирована линия для сборки ступиц с подшипниками кассетного типа. Ждут лишь приезда представителей фирмы-поставщика, которые проведут окончательную настройку. Для исключения человеческого фактора установка подшипника ступицу предусмотрена роботом. В подшипники закладываются специальные загрузочные палеты, откуда робот его берёт и уже укладывает ступицу без перекоса, без всяких дефектов. На линии автоматически измеряется температура ступицы и подшипника. Разница не должна превышать 2 градусов. На собранном узле лазером будет проставляться QR-код с датой, временем, усилием и глубиной запрессовки. Служивать будет один наладчик. Линия небольшая. После запрессовки детали укладываются в спецтар у крана, и уже отправляются на автомобильный завод. Приступили к пусконаладочным работам и ещё на одной линии, также закупленной в рамках проекта передняя ось. Роботизированный комплекс обработки кулака состоит из робота и двух обрабатывающих центров. Оба станка снабжены системами активного контроля для обеспечения точности обработки ключевых параметров. И для постоянства размеров также станки снабжены системами темперирования СОЖ, которые позволяют температуру охлаждающей жидкости поддерживать в определённом диапазоне. Другая линия, вернее, автоматизированный комплекс фирмы «Емак» для обработки ступицы переднего колеса была запущена ещё в прошлом году. И на всех этих трёх новых участках будут обрабатывать ступицы для моделей пятого поколения, включая готовящиеся к запуску на главном конвейере семейство тяжёлых самосвалов. Мощности солидные – 25 тысяч передних осей в год. И пускай они сразу, но такая производительность точно пригодится. Спрос на грузовики К5 пока только растёт. Субтитры подогнал «Симон»